Здравствуйте, меня зовут Денис Саландин, это наша традиционная рубрика «Гость в студии». И прямо сейчас спешу вас познакомить с Миланой Аслановой, управляющей цветочной мастерской «Пион 39». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы очень рады, что вы к нам пришли. И, конечно, по традиции нашего интервью, начнем с вопроса о том, сколько лет вы на рынке и на чем специализируетесь. Ну, такой вот вопрос, капитана очевидность, пришла девушка с цветами, между прочим. В Калининграде мы существуем уже более трех лет. Специализируемся мы на сборке букетов различной сложности. Также цветочные композиции собираем в шляпных коробках, в корзинах. Собираем фруктовые корзины, доставляем по всему городу, по всей области, будь то это Гуревск или Советск, в любую точку нашего города доставим. Также мы имеем в ассортименте плюшевых медведей, воздушные шарики. То есть, все, что может создать праздник. Да, мы сейчас об этом еще подробно поговорим, про праздники. Вот расскажите, вы не с пустыми руками пришли, два букета. Вот расскажите, чем этот отличается от этого и какие цветочки здесь представлены? Потому что цветы все живые и аромат необыкновенный. Да, вот я сегодня пришла с двумя композициями, букет и композиция в такой вот сумочке. Сейчас они, в принципе, возвращаются в моду. Раньше, пару лет назад они были популярны, потом, так скажем, сократили свою популярность и сейчас снова возвращаются. И у нас тут представлена нежная композиция в белорозовой цветовой гамме с пионами, так популярными сейчас, эустомой, эвкалиптом. А здесь есть кустовая роза, эвкалипт, протея, гиперикум. То есть, я показываю то, что мы можем делать что-то нежное, что-то яркое. Также и букеты, и композиции. Также тут может стоять и корзина, и сляпная коробка, все что угодно. Ну вот мы о креативности заговорили. Расскажите, вот как раз-таки, что вы сможете предложить? Потому что, действительно, в свое время были модны корзины, потом коробки. Сейчас это такой симбиоз, да, и вот, я так понимаю, здесь еще сезонные цветы представлены. Вот давайте про креатив поговорим. Да, у нас, конечно, есть заказчики разные. В основном люди любят классику, розы, пионы в сезон. Но некоторые заказчики у нас есть такие креативные, что мы тоже очень любим. Мы очень любим создавать что-то такое необычное, над чем надо посидеть, подумать, представить, только потом уже воплотить. И вот один из недавних заказов у нас был, когда заказчица хотела композицию для своего папы с цветами, но чтобы они были мужскими, и присутствовала морская тематика. Мы сделали композицию в корзине в форме парусной лодки. Получилось все очень классно, и всем понравилось. Я помню еще как-то тысячу лет назад, когда вот, я не знаю, торгуют цветами на улице или нет, но была такая гофрированная бумага, как на детских утренках. Сейчас я смотрю, ну, совершенно другие материалы используются. Да, да. Сейчас вот очень популярен фоамиран, корейская пленка, вообще корейская упаковка, многослойность. Но при этом, чтобы оставалось такое ощущение воздушности, легкости в букете, вот это сейчас на пике популярность. А вы сказали про моду на корейскую тематику. Это что значит? Это вот как раз-таки та самая многослойность, много пленки, есть разная пленка. Вот тут мы использовали необычный такой стиль, потому что мы использовали фоамиран, это вот этот вот материал, и прозрачную пленку, которая сейчас не так популярна. Из-за экологичности, наверное, да, вот эта тематика? Да, скорее всего тоже, да. Может быть, когда-то и создадут что-то такое экологичное. Пленка может быть такая прозрачная, вот сейчас очень популярна прозрачная пленка, но матовая, и это тоже используют в корейском стиле. Давайте поговорим о масштабности все-таки. Наверняка все точные праздники, что называется, да, когда там 8 марта, там День Учителя, у вас просто нет отбоя от клиентов. Вот ведете статистику в цифрах? Да, у нас в этом году на 14 февраля было около 400 заказов. Мы вообще не спали, только заказы изготавливали. На 8 марта более 500. Естественно, у нас работает не один флорист, у нас работает целая команда флористов, работает очень много курьеров, очень много людей отслеживают заказы, кто-то занимается логистикой. То есть работает огромная команда над тем, чтобы радовать людей. А вы занимаетесь только букетами или все-таки оформлением мероприятий в том числе? Да, мы занимаемся и оформлением праздников, то есть и дни рождения, и свадьбы, все что угодно, то есть на любой вкус и цвет. Главное нас позвать, мы все сделаем. Флористы приедут на торжество и создадут красоту. Пришло время поговорить о лояльности клиентам. Мы знаем, что ваша мастерская регулярно проводит различные конкурсы. Я думаю, что сейчас самое время поговорить об этом. Да, мы очень часто проводим различные конкурсы, акции. И вот, кстати, сегодня мы запустили один конкурс в Инстаграме с тремя призовыми местами. Первое место это будет большой букет из гипсофилы, которая тоже сейчас популярна, но мы решили не брать пионы, потому что у них сезон уже скоро закончится. А гипсофила это простым языком, она здесь представлена, кстати? Гипсофила здесь не представлена. Это такой цветок, сухоцвет. У него много белых цветочков, также есть крашеная гипсофила. Вот мы разыгрываем букет либо из белой, либо из крашеной гипсофилы большой. Она очень воздушная, также популярна сейчас. Второе место это у нас будет торт из киндер-шоколада с мишкой плюшевым. Можно и ребенку, и девушке подарить, кому угодно. И на третьем месте у нас будет композиция цветочный кофе. То есть такой презент, комплимент. У нас получается переноска. Тут стоит кофе, которое желает наш заказчик, и цветочная композиция в стаканчике. Это очень красиво, оригинально получается, и в принципе люди всегда удивляются такому подарку. Прямо сейчас, друзья, заходите в PION 39 и посмотрите условия конкурса. Вы пока расскажите про эти условия. Вы сказали, что получит гость, а в итоге что нужно сделать для того, чтобы участвовать? Чтобы получить данные призы, нужно подписаться на наш аккаунт в Инстаграме, сделать репост, вернее, нашей записи к себе в Инстаграм в истории и отметить наш аккаунт. А также в комментариях к нашей записи конкурсной отметить друзей. Чем больше друзей, тем больше комментариев, соответственно, больше шансов выиграть. А также у нас в этом конкурсе все будут с призами, потому что все остальные участники, которые не займут призовые места, они получат скидку 15% на сборный букет от 2,5 тысяч. PION 39, это мы уже сказали. Расскажите теперь уже ваши адреса в Калининграде. Я открою секрет, не только в Калининграде есть. Да, как сказали, мы уже находимся не только в Калининграде. Около двух месяцев назад мы открыли филиал в Санкт-Петербурге, и для калининградцев будет действовать скидка 10% при заказе своим близким, возможно, там есть близкие, друзья, семья, при заказе букета, либо какой-нибудь композиции в Санкт-Петербург. Также в любую точку области доставим. Адреса вы узнаете, естественно, если зайдете на PION 39, там есть и калининградский адрес, и адрес Санкт-Петербурга. А в Калининграде вы где на входе? В Калининграде по улице Суворова, 40, слева торца здания жилого дома, там на ступеньках будет наша сиреневая вывеска PION 39. Ну, я думаю, что более чем познакомили наших зрителей, может быть, есть что-то, что мы у вас не спросили, но вроде бы обо всем поговорили. В принципе, да. Да, я очень рад, что вы пришли к нам, приходите к нам еще и еще, потому что все-таки такая красота, и сразу наша студия преображается. Напомню, уважаемые друзья, что у нас Милана Асланова, управляющая цветочной мастерской PION 39, была сегодня в гостях. Никуда не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, это Первого городской, мы продолжаем.